Например, вот смотрите, какая прелесть. Блестящие кристаллы, камни, цветные бусины и стразы на рабочем столе Татьяны Кисловой – настоящая сокровищница. И все это умелые руки мастерицы способны превратить в оригинальную брошь, эксклюзивный браслет или шикарные серьги. Каждая брошь, которую у меня заказывают, обязательно в коробочке, обязательно с какими-то добрыми пожеланиями. То есть это вот у меня как бы симбиоз работы со Светой Юриковой. Тяги к украшениям и тем более к рукоделию у Татьяны никогда не было. И лишь в 50 лет она заинтересовалась бисероплетением. Сначала робко на уровне «а не попробовать ли?», а теперь процесс создания уникальных изделий практически беспрерывен. Днем Татьяна работает, а по вечерам полностью отдается творчеству. Каждая бусинка, каждая бисеринка пришивается. Многие думают, что они приклеены. Но это на самом деле не так, потому что здесь приклеить – это все оторвется сразу. Когда мне исполнилось 50 лет, когда я пошла на пенсию, две мои очень хорошие подруги подарили мне брошки. Это я так на них смотрела, смотрела. Но ведь как-то же их делают. Ведь это же руками создано, ведь, значит, можно это сделать. И тут мне в контакте информация подскакивает. Научу вас делать брошки самостоятельно. Это сообщение в соцсети Татьяна расценила как знак от Вселенной руководства к действию. Женщина купила курс, правда, потом засомневалась, а правильно ли сделала. Ведь ее познания в бисероплетении были нулевыми. Сказать, что нулевая – это ничего не сказать. Я минусовая была. То есть я не знала, что такое, как это, какие материалы, что надо. Пишут список материалов, каких мне надо. Пошла в наш магазин. Ничего не нашла. Куда деваться, куда бежать, где это все искать. Но в тот момент мы как раз были в Питере по делам тут. И зашли в один магазин, накупила я всяких вот там. Бисерок, какого надо и не надо. Кропотливая, точная работа. Не кажется Татьяне сложной. Все четко, как в аптеке. Для нее, как для провизора, давно профессиональный принцип. Любопытно, что свои бусины и стразы умелица складируют как раз в аптечную тару. Так что профессия, которой отданы десятки лет и в рукоделье, на своем месте. Это для меня, это в общем-то, очень большое успокоение, медитация, релакс. То есть вот для меня вот это мое. Татьяна никогда не садится за рукоделье в плохом настроении. Ведь в каждую брошь или браслет она вкладывает частичку души. Еще такой момент, секретик хочу сказать, что у меня каждая брошь заколдованная. Она подписана внутри. Три основы идет, и я на основе всегда подписываю какое-то желание. Например, здоровье, счастье, благополучие. То есть лететь к своей мечте. То есть они у меня как амулеты, как оберег. То есть они получаются вот на... И душа у меня вложена вся туда, душа. То есть я ни одного изделия не скажу, чтобы мне не нравилось. Кстати, вся эта красота требует вложений. Увлечение Татьяны не из дешевых, ведь творит рукодельница исключительно из качественных материалов. Пять грамм бисера японского, хорошего, пять грамм. Цена может доходить до двух тысяч. То есть вот там пять грамм – это вот совсем. Вот столько. Уникальные аксессуары Татьяны Кисловой уже есть в гардеробах многих котловских женщин. Тем более, что сегодня броши и браслеты. Практически обязательная вишенка в образе каждой модницы. Узел называется узел Жозефины, денежный узел. Так что здесь вообще все к деньгам. Поэтому творит Татьяна сейчас практически без перерыва. Заказов на эксклюзив с душой много. Недавно наша героиня прошла онлайн-курс по вязанию бисером, а потом и по украшению из натуральной кожи. Татьяна говорит, что в 50 лет, обритя новое хобби, обрела новую себя, расширила круг общения, интересов и, конечно, украсила свою жизнь свежими красками. Такими же блестящими и яркими, как кристаллы и стразы в ее уникальных изделиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова